Так, мы продолжаем занятие, это уже третье занятие по лекции Шиуру Рава Шерке по общей теме отношения к религиозным учениям Рава Кука. Значит, я не буду повторять все содержание, естественно, предыдущих занятий. Желающие могут посмотреть в описании этого видео, как и в предыдущих видео этой серии, есть ссылки на предыдущие занятия. Но буквально в одно слово скажу, что сейчас я начинаю делиться. Секунду, одну, 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 секунду. Так, сейчас, секунду, это где? А, да, вот все нашел. Значит, буквально, буквально самое последнее, что мы говорили. До этого общий был разговор в предыдущих занятиях, опять не буду все повторять. Это два больших явления, которые происходили во всем мире. Это первое, общая хилонизация, секуляризация. И второе, это рост социальных движений, которые выражались в марксизме и так дальше. И, соответственно, на этом они находили свое отражение как в общем мире, так и в еврейском мире тоже. Еврейский мир на ту пору, это был на 90, я не знаю, 9 процентов, это были религиозно-аклодоксальные евреи. Вот, поэтому описывалось четыре позиции, как к этому относились, сидели в бункере. То есть вообще не реагировали, реагировали очень резко, пытались доказать, ну так дальше. Смотрите в предыдущих сериях. Но вот очень интересно, очень интересно. Буквально мы на этом закончили в прошлый раз. Это о том, что к периоду Рава Кука, значит, евреи уже стали не теми евреями, которые они были как до этого. Они стали как бы просвещенные, грубо говоря, либо не грубо говоря. И они стали задать вопрос, который раньше не задавали. Да, Рав Шекке задает вопрос, который, в принципе, актуален и сейчас. А именно, подходит религиозный человек, либо нерелигиозный человек, либо бывший религиозный человек. И говорит, объясни мне, каким образом. Да, людей сейчас, сори, евреев стали волновать в тот момент, на тот момент. Стали волновать общие проблемы человечества. А не только проблемы конкретно узкорелигиозные, как накладывать филинг, какую еду есть, кашут и так дальше. А вопрос глобальный. Например, глобальный вопрос голодания в отдельных частей человечества. Я не знаю, в Африке, либо еще где-то. Людей-то стало волновать. Людей в смысле евреев. Они стали, какая религия дает ответ на этот вопрос. Да, вот то, на чем мы остановились и будем сейчас продолжать. Очень интересный вопрос. Так что ты спрашиваешь, ну, спрашивает религиозный человек, либо бывший религиозный человек. Объясни мне, каким образом заповедь накладывания филинг, да, она связана с решением проблемы голода в мире. Непонятно. Окей, посмотрим, какой ответ, значит, или какое продолжение этого диалога будет говорить Африке. Окей, хорошо. Ну, давайте тогда начнем. Тимофей, ты можешь начать. Вот буквально. Давай попробуем. Фраза, которая здесь была, ты видишь ее на экране, да, я ее зачитаю вслух. Да. Спир либо офон рационали. Ма кешер бен кшерат рациот аэле, че отху смот эдзрима челядам. Да, можешь перевести это? Так, объясни мне, пожалуйста, рациональным способом. Правильно. Ше отху смот, который к тому же, которые к тому же, лахсом, это перекрывать, махсом, это то, что по-русски называется блокпост. Ше отху смот эдзрима челядам. Которые к тому же, которые к тому же, еще перекрывают поступление крови, да. Ну, то есть, если кто-то накладывает фил, ну, значит, если неаккуратно затянуть, то есть, если слабо затягивает, там же надо как бы 7 раз намотать, правильно? Вот, если слабо, то они сбиваются все, как бы неудобно, плохо и нехорошо. Если сильно намотает, то это врезается настолько, что как бы не имеет рука. Почему-то, пока человек молится, потому что, ну, как бы кровь не поступает, поэтому надо найти какой-то средний вариант, окей? Ну, поэтому человеку спрашивают, какая связь между, рациональная связь между, вот, завязыванием этих ремешков от филина, или накладыванием от филина, да. А вот эти ремешки, к тому же, шеот хосмот, это взрывает адам, которые к тому же, вообще, перекрывают, как бы, поступление крови, да, дальше. Которые начинают слушать. Блин кшират הרצועות האלы, шеот хосмот, это взрывает адам, левен, баяя клалит של арава ваолам. Левен баяя клалит של арава ваолам. Да, значит, вот то, что раньше упоминали, с проблемой общей голода в мире. Реально. Как это связано? Действительно, все непонятно, как это связано. Просто раньше никто этого вопроса не задавал, а перед вопросом стали задавать. Сейчас, в смысле, его и сейчас, наверное, задают. Сейчас, наверное, сто процентов задают, но то, что его стали задавать во времена Арамкука, вот это было, как быть, хедуш, это было новшество. Тоф. А сбор на осене Тохкаца. Тоф. А сбор на осене Тохкаца. Так, хорошо, давайте попробуем разобраться немножко. Да, правильно мой братец сказал, не Тох, не Тох, это вообще операция. Менотех – это хирург, правильно? Вот, но не Тох, так же говорят, наверное, по-русски тоже такое, типа этого есть. Что-то сделать, ну, типа расследование. Расследование – это ближе к хакерам. А не Тох – это, ну, операция. Ну, операция, как ты правильно сказал, по-русски, окей? Окей. Мадуа есть рав в оллам? Мадуа есть рав в оллам. Почему есть голод в мире? Окей. Мишу יודע. Веиметь, мишу יודע. Здесь есть, но кто-нибудь знает? Да? Мабрица. Сейчас, они шоу летзе охерет. Есть мосфик охер в оллам? Да, они шоу летзе охерет. Есть мосфик охер в оллам? Есть ли достаточно еды в мире? Да, правильно. Они шоу летзе охерет. Ну, хорошо, давайте я спрошу это по-другому. Рав Шеркит говорит. Есть ли достаточно еды в мире? Есть. Как? Есть. Ответ справа был есть. Есть. Дальше. Да. Шебо фенекроний, еш мосфик мошабин, кдэй шило иерав. Окей. Он вытворился этим ответом. Рав считает ответ правильный. Окей. Как шебо фенекроний, еш мосфик мошабин, кдэй шило иерав. Как это перевести? Так. Так, значит, путем. Офенекроний – это принципиально. Мы или принципиально есть принципиально. Офен – это каким образом, правильно? И корон – это принцип. Ну, в принципе, дозволный перевод, да? Принципиально. Еш мосфик мошабин. Есть достаточно. Мошабин – это ресурсы. Мошабе и нож – это человеческие ресурсы. Это то, что human resource называется по-английски, да? Еш мосфик мошабим. Для того, чтобы не было голода. Да. То есть проблема к чему ведет? Проблема не в том, что нету, объективно нету достаточно еды. Проблема, проблема, по-видимому, распределение. Потому что мошабим, мошабим. Мошабим – очень важное слово. Очень важное. Как я сказал, мошабей – нож – это вот human source, да? Manpower, то, что называется слегка, наверное, да? И мошабим – есть мошабей – тева, например. Это природные ресурсы и так дальше. Мошабей – цааль, например. Какие ресурсы у армии и так дальше. Это очень важное слово. Дальше. Ну, ресурсы мошабим вкладываются, что ли, на все другое? Мошабей – это вкладывается. Ашка – это вложение. Когда человек вкладывает деньги, нравится, что он мошке, да? Вот мошабей – это как бы здесь страдачное. Нефаль, да? Или слегка – уфаль. Мушкай – значит, вкладывается. А вальмошаби – мушкай – бэмашахэ. То есть ресурсы вкладываются во что-то другое. Окей? Идем дальше. Бенешек. Бешлита. Беашхата. Бенешек. Бешлита. В оружие. Правильно. Бешлита. В области. Господство. Ашхата. Шхата, кстати, от слова шхита. Шхита, в смысле, кошерный убой тоже называется, да? В данном случае, как бы, в уничтожении друг друга. В истреблении, ну да. Вот-вот-вот, правильно. В истреблении. Правильно. В истреблении. Район от муза. Милны. А кто будет истребить? Ну да. Кто-кто вообще истребляет? Кто? Кому это надо? А ЕЦРА. О. Кто? ЕЦРА. Дурное начало. Дурное начало. Окей. Вот это уже понятно, что РАП сейчас будет перебрасывать мостик. Что ЕЦРА и ЕЦРА-то каким-то образом связаны с ремешками и тфильм. По-простому, как бы, не очень понятно. Проблема голода и тфильм. Ми, ОМЕР, ЛАЗУН и ТАОЛАМ. Ми, ОМЕР, ЛАЗУН и ТАОЛАМ. Кто будет накормить мир? Да. Кто говорит вообще о том, что надо прокармливать мир? Да. ЛАЗУН, ЛАЗУН. Это пропитывать дословно. Правильно? Как на иврите будет продовольствие. Или даже лучше питание. МАЗУН. МАЗУН. ЛАЗУН, правда, довольно редкое слово, честно говоря. Вот. Дзуна, важное слово. Дзуна – это правильное питание. То, что сейчас очень модно и актуально, чтобы люди не жирели, грубо говоря. Вот. Дзуна – это очень модно и профессия очень модна. Дзунаит называется. Женщина, например, которая занимается правильным составлением рациона человека. Окей, дальше. А ЕЦЕРАТО. А ЕЦЕРАТО. О, А ЕЦЕРАТО. Да, доброе начало. Доброе начало. О, кто говорит о том, что надо истреблять мир? ЕЦЕРАТО. А кто говорит о том, что надо пропитывать мир? ЕЦЕРАТО. Окей, злое. Окей. Гурма. А с МАДУА ЕЦЕРАТО МИНАЦЕРАТО. О, теперь очень важный вопрос. А с МАДУА ЕЦЕРАТО МИНАЦЕРАТО. Так почему же Дорное начало побеждает? О, да. Видно, что он побеждает, потому что еды нет. Почему еды нет? Потому что МАШАВИМ ресурсы тратятся не туда. Почему тратятся не туда? Потому что хотят уничтожать друг друга. А почему хотят уничтожать друг друга? Потому что ЕЦЕРАТО, видимо, МАДУА ЕЦЕРАТО, он побеждает. Кто-то там спрашивает что-то из зала, да. И РАФ очень, ну, как бы, по-израильски, кувейнски, встречает этот знаменитый жест. Он говорит, РЕГА, 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 АНИМИЯТА ГЕЛАЗЕРАТО. Он, видимо, мы не слышим, потому что у нас, как бы, мы слышим только микрофон, который у РАВА. Но он-то слышал, что человек спросил, он говорит, РЕГА, АНИМИЯТА ГЕЛАЗЕРАТО. Минутку, я прямо сейчас к этому подойду. Да, он говорит, шняш, секунду, сейчас, сейчас, я, сейчас, я, сейчас, я, сейчас, я до этого, сейчас, я это буду объяснить. КУМАР, ЕЦЕРАРА, БАБИТААНОТ, МАОТНЕХОНОТ. КЕЛОМАР, ЕЦЕРАРА, БАБИТААНОТ, МАОТНЕХОНОТ. То есть, то есть, то есть. Дурное начало приходит. Ну, как бы, высказывает, смотри, БАЗ, зачастую, это БА, это служебное. БАБИТАНОТ, это, как бы, утверждает. Утверждает, да? Очень правильно, я имею в виду, сказываю. Да, очень правильное утверждение. ТАНА, ТАНА, это требование, утверждение, когда человек говорит, а не ТОЭН. А не ТОЭН, значит, я утверждаю. Он утверждает, как бы, очень правильно. Что он говорит очень правильно? Да, что он говорит? Аулам Бануй Алькина Синавы Тахарут. Мир строится на зависти, виновисти. И соперничество. Не конкуренция, а конкуренция соперничества. Правильно? Да. Зе Милхаммит и Сардут. Что такое Милхаммит и Сардут? Война на выживание. Правильно? Лисрот и Сувевайл. Это выживать. Он говорит, Зод Милхаммит и Сардут. Это война на выживание. И поэтому должен быть сильным. Я должен быть сильным, да. Они ашхит. Я должен уничтожать, по-видимому, уничтожать противника. Он стоит, чтобы уничтожать противника. Чтобы уничтожать противника. Чтобы уничтожать противника. Ну да, правильно. Лик-золь. 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 Ну, Гэзель. У нас был Газлан. Правильно? Это как бы... А, да. Награбицы. Да, ну награбицы. Как бы, как это... Не присоединять, а присваивать. Потому что я смог присваивать... Природные ресурсы кого? Соседа. Сокровище. Соседа. Соседа. Окей. Ки-ани бе-у-лам шел и садут. Почему? Ки-ани бе-у-лам шел и садут. Потому что я имею соперничество. Правильно. Выживание. Награбица халут. Еще раз повторяю. Ки-на-си, набы-то халут. Зависть. Зависть, ненависть и соперничество. Пойду, да. Ахшат не шел и шел и ла. Теперь задается вопрос. Теперь, да, напрашивается. Вопрос. Я передам, да? Да, нет проблем. Аслан. Да, ты с нами? Да, Аслан, ты с нами? Ты нас слышишь? Да, то я здесь. Да, да. Все. Ахшат не шел и чила, да? Теперь напрашивается вопрос. Или задается вопрос. Идем дальше. Беседа, Аваль. Ата она азот. Нешми шел и охарат меня. Он говорит, беседа. Аваль. Ата она азот. Ешми шел и охарат меня. Как перевести? Ну, хорошо. Но... Аваль, то она азот. Но в отношении этого утверждения, да? То она это утверждение. Ешми шехо шефа хэрэд менэ. Есть у меня то, что я думаю. Есть такие, которые думают по-другому. Ешми шехо шефа хэрэд. Просто дословно. Есть такой или такие, да? Которые думают по-другому. Мемэна в смысле вот от этой концепции, да? Что надо все ликвидировать, убивать. То есть присваивать и так дальше. Идем дальше. А Ецаратов Агарава Омэр. А Ецаратов Агарава Омэр. Ецаратов, что это такое? Доброе начало. Да, Агарава говорит. А Доброе начало вообще к тому же? Что она говорит? Вообще, давайте посмотрим. А что вообще? А что Доброе начало говорит? Шеевшар льет меаля тэва. О, Шеевшар льет меаля тэва. Что она может быть? Что можно быть. Это общее. Шеевшар льет. Что можно жить. Что можно быть меаля тэва. Над природой. Над природой. Вот как бы не иврит, да? А как бы такое философское, концептуальное положение. Очень интересно. То есть Сколорав, да? О том, что в мире, в мире царствует, но среди людей. Злое начало. Вот это вот как бы мне кажется не тривиальный подход. В отличие может быть от других религий. Да, все хорошие, все добрые. Там щеку подставляют туда-сюда. Обнимают, поцеловаться. А Рау говорит нет. В мире, в мире властвует злое начало. Которое выражается вот опять, что там было. Вот Кин-А, Син-А, Кин-А, Ви-Тахару. То есть это природа, это вот то, что ты говоришь, да? Да. Вот это интересно. То есть не просто интересно. Это как бы ошеломляюще для меня, во всяком случае. Правильно? Что природа, значит, природа человеческая. Природа плохая. Шелет Ецарат. Люди убивают друг друга. А Ецаратов, он мяалятева. Это не природное, это не естественное положение человека. А это над этим. Но это как бы, мы вышли немножко за рамки иврита. Но вот чтобы понять это, по-моему, мы правильно понимаем Рау. Очень интересно. Что будет дальше? Что можно превозможить. Ну, как бы превозможить, да? Ецарим Аэлем. Ну, имеется в виду, Ецарим Аэлем, в смысле, не оба Ецара, а Ецарим, в смысле, ну вот, злые побуждения, да? Дальше. Эти злые побуждения? Вы леатив, вы зулат. Ну, леатив от слова то, но это как бы епиль, правильно? Это делать хорошее кому-то. То есть, по-русски, как-то, ну, трудно сказать, улучшать другого, да? В смысле, делать другим добро. Наверное, делать другим добро, да? Зулат, зулат, это другой. Да, Ецаратов, он мяалит. Зе Ецаратов, он мяалит. И это доброе начало. И это говорит доброе начало. Это говорит доброе начало, что ты можешь ее обвести по-другому. У тебя есть силы, лейт-габэр, превозмочь. И делать по-другому, значит, делать по-другому. Не сина, кинавы, тахарут, а леатив вы зулат. Дальше. Это немножко такое, ну, не жаргон, но выражение современное. Аба-ая-иши, Ецарара, Ешлах-Кабалот. В чем проблема? Ну, то, что приходит. Я тебе скажу, Ецарара, это в том, что у доброго начала, когда говорят Ешлах-Кабалот, дословно у него есть расписки. То есть у него есть подтверждение. Кабала – это рецепшн. Это человек, что получает, когда он платит, либо заплатил за что-то, покупает товар. Правильно? Вот он заплатил, здесь называется ташлум. Человек, вообще идея как бы такая, на одной ноге. Человек приходит куда-то, хочет что-то купить. Что ему дают? Ему дают хэшбон или хэшбонит, одно и то же. Это накладная, либо счет, так я понимаю, да? Он платит деньги, называется ташлум. Хэшбон, ташлум, а третья Кабала, ему выписывают расписку. Выписывают или как бы по макшет, печатают, присылают по СНС, как угодно. Но вот есть такое выражение, Ецарара, это в смысле, что у него есть подтверждение, да? У него есть подтвержденные данные. В смысле, что Ецарара может сказать, вот, я могу привести примеры, факты, как люди ведут себя в этом мире. А у них Син-Аки, Набы, Тахарут, они убивают друг друга. Вот у него есть Кабалот. Кабалот, знаете, подтверждение, да? Но это как бы, по-русски, это не подтверждение, подтверждение, это было что-то из Шурим. Правильно? А это такое выражение, Ецарара Кабалот, да? Когда человек приходит чем-то заниматься, да, там поступает на это, типа того, ему говорят, у тебя есть не саленок, у тебя вообще опыт есть в этом деле. Он может сказать, да, Ецарара Кабалот. Я считаю, что он что-то купил сейчас для работы, требует, чтобы ему деньги вернуть. Ецарара Кабалот. В смысле, что да, у меня есть как бы подтвержденное, потому что я занимался в этой области. Окей, идем дальше. Ецарара Кабалот. О! У Ецарара ецару Кабалот. Ецарара Кабалот. Ецарара Кабалот. А что есть супротив этого, что есть у Ецарара Кабалот? У Доброго Начала есть доверие, что ли? Смотри, автоход, автоход – это обещание. Ага, обещание. О, очень интересно. То есть у Ецарара, у него есть действительность в руках. И он говорит, вот, я тебе показываю. Вот эти, столько-то убили этих. Вот эти, столько-то награбили этих. Это Кабалот. А Ецарара Кабалот говорит, а у меня есть автоход. Как не автоход? На автоход такие, что если вы будете делать хорошо, то вам будет хорошо. Это называется автоход. Да? Мафтех, Мафтех – это тот, кто обещает. Например, про Всевышний говорят. У Мафтех, в Макаев. Он обещает и исполняет. Да? Вот автоход – это обещание. Извиняюсь. Это не от того же слова «батух». Правильно. Как раз хотел сказать «батух». Конечно. Батух – это наверняка, конечно, точно. Это, конечно, от слова «батух». От этого же слова «битахон». «Битахон» – это уверенность. От этого же царь «битахон», это министр «батух». Это все от слова «батух». «Битахон» – это что такое? Звучит очень забавно по-русски. Чек до хуй. Что это такое? Отсроченный чек. Литхот – это отодвигать. Чек до хуй. Ну, вообще сейчас, честно говоря, это все более-менее уходит. Потому что вообще очень мало практически людей… Либо все переходит на капточку. И мезуман, кэш тоже все уходит из жизни. А в каких-то местах чек, но чек до хуй – это вообще что-то такое… Не знаю, это сейчас уже исключение. Но, тем не менее, есть такое выражение до сих пор. Это называется чек до хуй, то есть отсроченный чек. Чек, который дается не на сегодня, а на месяц, например. Чек покупает что-то, он может сделать, называется, «биташлумин». Просроч. Как делается «биташлумин»? Он дает чек до хуй. Один чек он дает ла-йом. То есть, пишет, вот сегодня там, какой у нас сегодня, 26-го, 9-го, 10 тысяч. А остальное, например, купил там, не знаю, 50 тысяч, что-то купил. Вот он 10 тысяч дает сегодня. Осталось 40 тысяч. Он выписывает, например, 4 чека по 10 тысяч на каждые следующие 4 месяца. Окей? И соответствующий чек он будет выписан на 26-е, 10-е, 26-е, 11-е, 12-е, 1-е и 2-е. Вот 4 чека. Все эти чеки, кроме того, что на сегодня, да, называют чек ла-йом, да, или он еще называется мизуман. То есть, что он сразу же, как бы, кладет. А это чеким до хуй. Так вот, есть выражение, выражение кэлома, румы, шалэмбы, чеким до хуй. Это означает, что это опять связано с автоходом. Это нереальность. Он обещает, обещает, что этот чек его можно будет востребовать. Но пока что, пока что. Это просто фикс, это бумажка. Это только автоход. Дальше, он говорит, бео, че, ецер, ара, мишалэм, бибзуман. Бео, че, ецер, ара, мишалэм, бибзуман. В то время как. Ецер дурной начало. Булое начало. Как он мешалэл? Бибзуман. Оплачивает. Оплачивает. Наличными. Ну, это, как бы, парафразы из торговли. То, что было сказано. Что один, да, ецер, ара, он, у него есть кабало, то есть у него есть миксиют, у него есть мизуман. Это то, что происходит сейчас, это то, что свойственно. И это природа, это то, что вокруг нас. А ецер, а тоф, это обещание. Это отодвинутые чеки. И так дальше. Окей. Давай я перейдем, наверное, на этот. Ну, не, можно еще пару прочесть, я думаю, нет проблем. Хорошо. Галахэн. 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 Ецер а тоф, немца бы хуйша баулам. И поэтому. И поэтому. Доброе начало. Немца бы хуйша. Находится. Не находится только хуйша. Это слабость. То есть он находится в более низком состоянии. Он находится в слабом состоянии. Да? Хуйша это слабость. Да? О. И теперь ответ на вопрос, почему есть голод в мире. И поэтому есть голод в мире. Да, голод. Да, голод, это голод. Бывла в мире, почему? Потому что Ецератов только обещает, что его не будет, что все будет хорошо. Все будут одни, будут помогать другим, будут кормить. А в настоящем мире пока что один накинывает у другого. В лучшем случае. А в лучшем случае убивает. И поэтому реально, реально, в мире есть голод. Ты должен ухлакать для того, что человек действительно был в мире. Ты должен ухлакать для того, что человек действительно был в мире. Ухлакать это подтверждение, это аргумент. Но ухлакать это утверждать, утверждать. Это доказать вообще. Ухлакать это доказать человеку. А та царих ухлакать. Это подтверждение или аргументацию. Что человек действительно был в мире. Что человек, он действительно был в мире. Это был в мире. Это был в мире. не знаю а почему нам надо чтобы он был свободным потому что если он по-настоящему свободный он может победить или превозмочь природу природа злое начало для того чтобы это превозмочь пойти в сторону ЕЦРАРО человек должен быть свободным он должен быть свободным для того он может выбрать то что в природе не заложено очень интересно дальше еще может быть фразу одна потом Тимофея у ЯХОЛ ЛИФХОР БАТОР у ЯХОЛ ЛИФХОР БАТОР он может ЛИФХОР ЛИФХОР это выбирать он может выбрать добро он может выбрать добро то есть грубо говоря я свои слова выбираю ну как бы наверное идея такая что он может пойти против человеческой природы он может пойти против человеческой природы не убивать другого не грабить другого а наоборот поделиться с ним Что действительно Мухих У нас была Доказательство Что действительно Доказывает Что человек Он свободный Хорошо Переходим к Тимофею обратно Тимофей, да, ты с нами? Да, да Чуть-чуть я прервал Сейчас он скажет Шахерут и неноблов Потому что свобода Это не блеф Да, правильно Правильно Если человек Может выбирать Между Добром, что ему не свойственно И делать против своей природы А именно По злому началу Да Тогда, тогда Это доказательство того Что его свобода Свобода выбора Это не блеф Дальше О, а что это может доказывать? Ответ Из Египта Он как бы особенный Меура Это событие В современном Иврике Это событие Меура Это событие Это событие Окей? Ицзят мисраем Я меура Это Ребенок Спрашивает Ребенок Да Это ремон Это ремон Но не лох Это цзрацова Ицзят мисраем Я меура Это явление Дальше Шеби-эр В офен мамаши Это Шеби-эр В офен мамаши Объясняет Реальным образом Правильно Правильно Шеби-эр В офен мамаши Это токеф Это ревенок Чел хирурта Адам Который объясняет Самым конкретным образом В офен мамаши Это токеф В чем действительно Но токеф Смотри Токеф Это означает В сила Например У человека Вот Любое Удостоверение Да Которое Начиная там Оттуда Отсюда Удостоверение личности Паспорта И все Всегда стоит токеф Токеф Это Как это по-русски Срок до Да Токеф Это до Токеф Это до Да Да-да-да А им говорят Что А им зе Адайн Токеф То есть Находится ли Это Адайн Бетокеф То есть Срок годности Его не Не прошел Вот так По-моему Да Вот это Он говорит Что выход Из Египта Это Это событие Которое Доказало Бофф На машине Самым конкретным Образом Это Это Токеф Да То есть Как бы Способ Настоящ Как-то Да Что это Токеф Это Реальность Действительность Да В это Релеванте Релевантность И релевантость Правильно Свобода Человека Почему Выход Из Египта Сейчас Мы узнаем То есть Сейчас будет Настолько 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 Насколько Память Память Увы Как из Египта Да Будет Более Чем Чем Более Мы можем Переставить Это местами Чем Больше Шагур Шагур Это означает Существовать Ну Это Это еще одно слово Типа Как бы Проживая Немножко По-другому Я объясню это слово Например Шагрир Это посол Лешагер Это посылать И отсюда Потому Посол Шагрир Правильно Шагрир Это посольство Запускать Ракету Это Лешагер Тим Правильно Вот А с другой стороны Интересно Что Шигра Шигра Это рутина То что По-русски Называется Но Когда называется Шагур БТОДА В смысле Что это Будет Внедрено В сознание То есть чем больше Вот эта вот Память По выходу Из Египта Будет внедрена В сознание Или будет присутствовать В сознание Кого Туда это сознание Правильно От слова Ладар Туда это сознание Татмудай От сознания В сознание Кого Вне адам Людей Правильно Человечеб Как угодно Дальше Чем больше Будет Память О выходе Египта Утверждена В сознании Людей Вторая часть Тем больше У нас Будет Что Сикуй Что значит Сикуй Шанс Да Шанс Что не будет Голода В мире Правильно Вот единственное Что я из этой цепочки Да Цепочки Может быть Вы объясните Я пропустил Как в этой цепочке Почему Выход из Египта Доказывает Является Реальным Доказательством Того Что люди Они Свободны Ну Потому что Превозмогли Природные Какие-то Вещи Ну Да Ну Как бы Понимаешь Непонятно То есть У них была надежда Что Бог Их пропитает Может Непонятно В некотором смысле Шагнули Никуда Как бы Не сами шагнули Их вывели Ну Может быть Тут как бы Идея такая Не все Да Может быть Как бы Идея такая Что Всевышний Конечно Выводил И он Выводил Казнь И все То есть Он был Активной стороной Но Реально Евреи Должны Были Превозмочь Там Страх Раболепие Пятая День Принести Жертву Помазать Кровью Этих самых Барашков Что являлось Преступлением Глаза Египтян Помазать Выйти Например Из Египта Чтобы выйти Из Египта Надо было Превозмочь Свою Рабскую Психологию Это я сейчас Как бы Раф Не говорила Пытаюсь Как бы Сам просто Проговариваюсь Чтобы понять С голодом Связано Да С чем Связано С голодом Как Связано Это Вечер О голоде Я тебе скажу Если мы Если мы Соглашаемся С утверждением О том Что выход Из Египта Доказательство Того Человек Может быть Свободным То есть Например Скажем так То что Евреи Высили из Египта Это означает Что можно Превозможить Свою Рабскую Психологию Правильно Доказать Что ты можешь Быть Свободным Окей Это как бы Поняли Как утверждение Теперь дальше Как это связано С голодом Как я понял Как бы Логику И цепочку Значит Человек Находится В силе Человек Находится Над ним Властует Есерара Почему Шерар сказал Что нормальное Положение вещей В природе В природе Человеческой Это Есерара А именно Это Стремление Сина Кенаб И Тахару А Для того Чтобы Превозмочь Это И пойти в сторону Доброго начала Человек должен быть Свободным Он должен Смотрит Выбрать Он должен Это Выбрать И он Смотрит Выбрать Настолько Насколько Он будет Помнить Про выход Из Игри Как бы Такая Логика Окей А когда Он пойдет За ЕЦератов Тогда он Будет правильно Распределять Ресурсы И он Не будет Если у меня Есть Как бы Ресурс Идея Будет Не в том Что я Хочу Себе Еще Больше Наград Что У меня Еще Больше Было А я Буду По-моему Так Нет Да По-моему Так Ну хорошо Идем Дальше Что Сохраняет Эта память Правильно Как на Иврите Будут Консервы Правильно Шамурим Шамурим Это Консервы Как на Иврите Будет Сторож Охрана Шамер Правильно Как на Иврите Будет Стража Мишмар Окей Так что Все Как бы С этим Связано Лешамер Это Как бы Хранить Окей Анахат Филен О А вот Повозвращайся Филен А что Выкладывание Филена Правильно Вот такая Цепочка А что Что Будет Сторожить Память О Выходе Из Египта Накладывание Филена А если Будешь Память Эт Накладываешь Филен Напоминаешься О выходе Из Египта Напоминаешься Что Можно Быть Свободным Напоминаешь Себе Что Можно Буть Свободным Выбираешь Ецаратов Выбрал Ецаратов Деришься Мошабим Деришься Мошабим Нету Голода В мире Ну вот Такая Логика Вот мы связали тфилин с проблемой пропитания, которая, казалось бы, вообще не связана. Почему? Потому что вот то, что написано о заповеди, которые трактуются как накладывание тфилин. Сказано, то есть они, мы читаем, что это как бы, устная традиция большая речь идет о заповеди, на коробочках, да, филокперии по-русски, по-гречески, да, как сказано, тотофот бененеха, кибы хозак яд, оциану ашем и митсраем. Они будут знаками, да, у тебя между глазами. Глазами твоими? Да. Почему? Кибы хозак яд, оциану ашем и митсраем. Потому что сильной рукой вывел тебя из-за ее нету. Да, вот связь, вот связь между тфилином и битсотом азидитом. О, анахат от тфилин и, боецем, акт земли, шемаскир это улда, ше адам у бен хорин. Значит, накладывание тфилин, это, на самом деле, знаковый акт. Это, как ты сказал, какой акт? Знаковый. Ну, да, символически, правильно. Знаковый символически, правильно. Шемаскир это улда. Который напоминает? Напоминает. Что такое улда? Рабство. Ну, не совсем улда, это факт. А, да, факт. Шемаскир это улда. Проблема голода в мире будет решена. Ну, сказать, что, наверное, меня лично, меня лично, это, как бы, убедило на уровне, как бы, практической. Нет, на уровне, как бы, ну, я не знаю, эквилибристики такой, да, вот такой логики, полумогической. Ну, это красиво провести, вот, как бы, такой кубик-рубик сделать. Да. Но сказать, что люди, которые, там, не знаю, Мяша, Арим, накладывают филинг, или, там, что у них перед ним, и при этом их сильно волнует, кто их голод в мире, я бы не сказал. Да. Окей. Ну, хорошо. Вообще, мы следим за логикой Равы. Сейчас это интересно. Что я сейчас делал в течение нескольких минут? Да. , это мужон. Это мужон. Это мужон. Это мужон. Да. Взял идею, или частность? Я думаю, индивидуума. Взял индивидуума. Ну, может быть, частность. Правильно, ты правильно говоришь, частность, да. Может быть, и частность. Взял идею, или частность? И связал его с глобальностью, ну, как бы, глобальностью общего. Я думаю, может... Частность к общему, в общем, да. Да, 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 да. Это может быть и в правосмысле часть, и очень может быть, что равнится иметь в виду действительно индивидуума. То есть я взял индивидуума, отдельного человека, или, может быть, отдельную вещь, и связал ее с некоторой глобальной проблемой. Атоме? Ну, кто-то что-то хочет сказать, он к нему обращается, говорит, Я, может, Арслану передам, чтобы... Давай, да, да, конечно. Кен Мат Ауме. Арслан? Да, что ты говоришь? Да. Да, что ты сказал? Да, ну, что ты говоришь? Или кто-то из зала что-то хочет сказать? Мы не слышим, но сейчас Раф повторит. Ну, задается... А, видимо, там кто-то утверждает, либо так сразу послушалось, Ицет Мисраем на осталье де Ецерара. Выход из Египта был совершен посредством кого? Ецерара. Это, видимо, человек сказал, как бы странную вещь сказал, да? Раф тоже удивлен. Ицет Мисраем на осталье де Ецерара-Тара. Ецерара, слегка. Выход из Египта был совершен через посредством Ецерара. Почему он так подумал? Сейчас узнаем. Окей. Видимо, человек из зала, говорю, как бы логика была такая, что выход из Египта был связан с тем, что оно было победить Египет. Победить Египет, это в рамках концепции, которую излагал Раф, это Ецерара. Побеждать и так дальше. Да, а не делиться. И поэтому Раф ему отвечает, а в деле на цехе от Мисраем лоишь там шубы шум коах-кохами. Как это перевести? Но когда был... Да, но при победе над Египтом, да? Лоишь там шубы шум коах-кохами. Коах-кохани, но это как бы масло масляное. Это коах-кохани. Сильное. Да, да. Грубо говоря, не пользуются никакими силовыми методами. Но вот так это по-русски. Ну, Раф повторяет снова как бы свое основное положение. Келомар. Мицада Теву. Мицада Политика. Лояло на шум. Секу. Как сказано... Нет. Келомар это то есть. То есть. То есть. То есть. Со стороны природы и со стороны политики. Лояло на шум. Секу. У нас не было никакого... Шанса. Правильно. Лоцет Мюицраем. Выйти из... Исходы из... Да. Как не выйти из Египта. Да, да, да. Келомар нитгалтапо паула ившалла агит неси. Келомар опять. То есть. То есть. Обнаружилось либо проявилось. Проявилось здесь. Паула. Ну, паула... Действие. Правильно. Действие, деятельность. Ившалла агит неси. Возможности... Не, не, можно сказать... Можно сказать... Чудесное. То есть. С помощью чудес. Да. Пула, которая не сит. То есть. Которая неестественная. Ашира инаезе... Шиння Теба, ошиню, ахладато, шельпаро? Ну, в скобках говорит... Ашейла и... Им ане зеайя шинуй. Атела, ошинуй ахладато, шельпаро. Как это перевести? Этот вопрос... А вопрос... 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 Вот в чем... Имзе Айанес. А если мы имеем чудо? Был ли это чудо? А в чем заключалось чудо? Чудо заключалось в чем? Шену и Атева. В изменении природы. В изменении природы. Мы знаем, что значит природа. Все казни, как бы, внеприродные события. Правильно? Ош, шену и охлаждался фараон. Или изменение... Или изменение... Решение фараона. Решение фараона, да. В чем заключался НЭС? В том, что был там, не знаю, град с огнем внутри. Падешь скота. У этих было, а у евреев как бы не было. Ну и как бы все дальше. Те вещи, они были как бы выглядели как... Ну не атмосферные, а природные были. Но происходили они чудесным образом. Так они не происходят по жизни. Либо НЭС заключался в изменении решения фараона. Не выпускать, но выпускать. Окей? Что это говорим, что на фиге ИГАЙОНА ТВ не было лишних. Что это говорим, что на фиге ИГАЙОНА ТВ не было лишних. Поскольку это вещи или события, да? На фиге ИГАЙОНА ТВ. Согласно... Которые по прямому смыслу, либо по простой логике ЛИКЕЯ ИГАЙОНА ТВ. По природной как бы логике ЛУАЙО ИВШРИ. Они были возможны. Правильно. Сто процентов. Они не были бы возможны. ШАП. Ну, это, я думаю, он ответил на вопрос человека. Дальше. АХШАП. Ну, теперь, как бы дальше. И что мы можем сделать сейчас? Ну, то, что я сделал сейчас. То есть, вот логику, которую я провел. АЭСБЕ РАЗЕ УНЫХМАТ НАХОН? АЭСБЕ РАЗЕ УНЫХМАТ НАХОН. Он говорит. АЭСБЕ РАЗЕ УНЫХМАТ НАХОН? Ну, это объяснение, которое я дал. Оно как бы классное, клевое. Приятное, хорошее. Ну, такое классное. Классное я вам объяснил все. Дальше. РАКШИУ ДУРЭШ МААМАТС. Что только он, если это объяснение, оно требует... Может искать... Нет, требует усилия. МААМАТС это усилие. Оно требует усилия. Какого усилия? Вопрос. Какое усилие? Спрашивает и сам отвечает. По-видимому. МААМАТС интеллектуале СААКОЛЬ. Какое усилие? Ну, то есть слова... Нет, интеллектуальное усилие. МААМАТС это усилие. Он требует интеллектуальное усилие. СААКОЛЬ, вот и все. Я думаю, что объяснение такое. Сейчас надо объяснить. Как я усомнился в том, что человек, который находится в Латвии, он думает о Раале. Он о Голоде обычно не думает. Для того, чтобы он продумал о Голоде, он должен делать интеллектуальные усилия. А именно пройти цепочку, которая объяснила Раа, интеллектуальные усилия. Построить вот эту логическую схему. Не введя ее, он не может от накладывания цирк дойти до Раава, до Голода. А если он сделает интеллектуальные усилия, то он, да, дойдет. Окей? Возвращаемся к Тимофею, хорошо? Да, да, да. Да, окей? Ну, давайте. А, мы, может, уже закругляться будем? Ну, вы знаете, что, давай идем на фразу. Давай. На фразу и все, хорошо? Хорошо. Как вас? У меня на раку. Ну, да. Ну, хорошо, давай тогда на этом остановимся. Окей. Окей, а давайте остановимся на этом. Сейчас будет объяснение, которое дает Раавку. Ну, как бы, мне кажется, очень интересно. Мы дошли опять, как у нас в прошлый раз был, когда мы остановились на таком, ну, интригующем моменте, да, какая связь. Раав бросил бомбу в зал, да. Сказал, какая связь между филином и Голодом. Никакой связи нет. Причем это здесь? Вот мы разобрали в рамках нашего сегодняшнего занятия, что, да, есть связь. Если сделать некое интеллектуальное усилие, Мамаса с интеллектуальной, не будем его повторять. Мы его весь подробно разобрали. Те, кто хотят, могут вернуться сначала и как бы прослушать, да. Мы разобрали, что дальше как-то откладывает филин, делая интеллектуальное усилие, вспоминая, что говорите про откладывает филин, вспоминая про выход из Египта, а выход из Египта – это Бнейхурин. Абнейхурин может победить Ецер Тоф над Ецером, он может победить Ецера, и у него будет Ецер Тоф, а Ецер Тоф ему скажет помогать другим, помогать другим. Это лехалек мошабим – разделять ресурсы, и все будет хорошо, да, он не будет. Вот будет, я сейчас высправил логическую цепочку, да. Мы все это прошли. Теперь он говорит, каким образом, каким образом это объясняет Раф Туф. Хорошо? Остановимся на этом? Да. По-моему, очень интересно. По-моему, очень интересно, по-моему, здорово. И еще здорово, что мы можем как бы просто вживую понять, разобрать как бы настоящую, актуальную ивритскую речь, которая вообще совершенно как бы не адаптирована для нас, для разбирающих, а это, в общем, все-таки ивритой язычной публике, которая сидит в махом мире. Тем не менее, мы вполне можем разобрать это и понять. По-моему, это супер достижение. Окей? Хорошо, заканчиваем на этом. Да. Все, всем спасибо, отлично позанимались. Ну, все, до следующего. Что-то. Шаббат шалом, счастливо, пока.